Незаконная предпринимательская деятельность негативно влияет на пополнение в госбюджет. По данным надсадкома, сегодня объем теневой экономики страны составляет 23-25% от ВВП. Решение проблемы стала фискализация налоговых процедур. Предприниматели уже работают с электронными счет-фактурами, которые, по данным ГНС, позволили увеличить доходную часть казны. Основными из них являются электронные счета-фактуры, которыми уже пользуются порядка 14 тысяч налогоплательщиков. На данный момент товарооборот по выписанным электронным счетам-фактурам составил порядка 800 миллиардов сомов. Второй компонент — это автоматизация автозаправочных станций. Во всех автозаправках страны, это порядка тысячи заправочных станций, были установлены автоматизированные системы управления, которые передают в онлайн-режиме данные в налоговую службу, по которым мы можем провести аналитику по движению нефтепродуктов. Цифровизация также обеспечит законное перемещение товаров через границу. Автоматизированная система называется «Сводный пост». Она объединила почти 10 госорганов. Теперь их работа осуществляется через одну систему. То есть, как только товар поступает на контрольно-пропускной пункт, каждое ведомство проводит проверку в рамках своих полномочий. По данным налоговой службы, благодаря нововведению, с начала года импорт товаров увеличился на 130%. О планируемых масштабных изменениях в этой сфере сообщил и президент 5 мая о своем послании народу. «Мы осуществим реформу фискальной системы, направленной на улучшение, управление, упрощение и цифровизацию процедур снижения налогового времени и вывод бизнеса из тени», – сказал Садыр Джапаров. «Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, судебной, правозащитной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать всеобъемлющим элементом реформ. Мы выведем диалог государственно-частного партнерства на новый уровень. Необходимо обеспечить качественные изменения структуры, внешней торговли и увеличить экспортный потенциал страны. Проведение внешнеторговых операций для бизнеса будет удобным, быстрым и простым. Также важно обеспечить транспортно-логистическую интеграцию страны и решить проблемы с транспортировкой отечественной продукции». Кроме этого, глава государства поручил до 1 октября 2021 года внести на рассмотрение Джорку Кенеша новый налоговый кодекс, а также новый закон по снижению тарифов, социальных выплат. Работы по данному поручению уже начались. «Сейчас началась работа по разработке новой редакции налогового кодекса. Поделены на шесть подгрупп по основным направлениям. И какие направления планируются? Это в первую очередь бизнес просил устранить коллизии и пробелы в налоговом законодательстве. И также выработать четкий механизм определения, если есть какой-то пробел, то решение должно выноситься в пользу налогоплательщика. Также большая работа предстоит по оптимизации налоговых проверок». В свою очередь эксперты подчеркивают, что налоговая система нуждается в проводимых реформах и в частности фискализации, которая положительно скажется на работе налоговиков. «Если посмотреть в рамках стратегии 2025 ЕС, Евразийского экономического союза, тоже заложены такие направления. Но если взять по индексу восприятия коррупции, Кыргызстан в прошлом году занимал 126 место, сейчас он улучшил 124 место. Это о чем говорит? Что мы улучшаем свои позиции, но не должны останавливаться на этом. И дальше улучшать. В рамках ЕС мы уже вошли в цифровую повестку. На сегодняшний день ведется такие направления, как цифровизация, маркировка, цифровизация госуслуг и так далее. Это все поможет бизнесу». Отметим, что фискализация также поможет выявить недобропорядочные субъекты, которые уклоняются от уплаты налогов. И в перспективе последующие шаги, которые будут сделаны, должны минимизировать участие человеческого фактора в этом процессе, говорят эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова